Всем привет, дорогие зрители! С вами Арсений и Сеня Треноженко. И небольшой гайд посвящен прекрасной программе SteelSeries Engine. Дело в том, что я часто стримлю и время от времени приходят вопросы в чат, как настроить мышку от SteelSeries и вообще сколько там DPI, например, нужно ставить. У меня же, в принципе, девайсов от SteelSeries много, но в данный момент я пользуюсь только мышкой. Rival CSGO. Эта мышка досталась мне от непосредственно Steel-Off на последнем чемпионате мира в Кёльне, когда они разослали всем профессиональным ныне игрокам, ну и мне как человеку, который тоже имеет отношение к SteelSeries. В принципе, у вас, если какой-нибудь Sensei Raw Navi Edition или просто Sensei, или любая другая мышка, вы тоже можете качать с официального сайта SteelSeries Engine 3. И заходите дальше в настроечки вашего девайса и, собственно, видите, что у вас здесь нарисовано. Ну, вот у меня, например, вот такая вот мышка цвета какого-то там популярного ножек в КСе, я так понимаю, Fade. Ну, я вообще просто не разбираюсь в ножах, поэтому прошу прощения. Итак, что нас интересует в этом гайде? То, что... Сколько количества DPI, да, нужно ставить. Я же, как олскульный игрок, ставлю 400, можно ставить намного больше, 800-1600. Но главное помните, что от количества, скажем так, цифр, установленных здесь, ваша резкость будет увеличиваться, я имею в виду резкость наведения на соперника уже в непосредственном игре, да, скорость мышки банальная, если по-простому говорить, будет выше или ниже. То есть, чем ниже этот показатель, тем медленнее будет ходить курсор. Чем выше, наоборот. Я же ставлю 400. Почему так? Потому что давным-давно были у нас старые мышки Microsoft, и вот так вот я привык, да, на протяжении уже там 15 лет играю на одном и том же количестве DPI, но на самом-то деле здесь нету, скажем так, числа, которое является там оптимальным. Вы, главное, должны запомнить, что если вы здесь ставите, например, 400 DPI, то в настройках уже в Windows, вот оно, на свойство мыши, да, в панели управления, ставится средняя палочка, и эта галочка обязательно отключается. Что дает эта галочка? Вообще, что значит эта галочка? Эта галочка по-простому, опять же, это акселерация. Что такое акселерация? Это когда вы ведете мышкой медленно, у вас, скажем так, довольно-таки все стабильно. Конечно, если вы ведете мышкой резко, она моментально улетает, там, у меня на второй монитор, но непосредственно если в игре, то вы разворачиваетесь там даже не на 180 градусов, а на 360. В этом есть, скажем так, свои плюсы, но больше минусов, потому что привыкнуть к такой сцене очень-очень тяжело. Но, опять же, если мы говорим о профессиональной сцене, то среди про-игроков, по-моему, на акселерации уже давно никто не играет. Единственный, кто играл когда-то, это был Ваня Эдвард, и то, по-моему, он тоже отказался играть на акселерации. Что еще можно показать в этой проге? В этой проге есть вот какое-то там ускорение, скорость движения руки, замедление. Я так понимаю, кстати, это и тоже какая-то акселерация, которую можно встраивать непосредственно в саму мышку. А, вот что самое главное. Это частота опроса. Очень часто спрашивают, сколько герц нужно ставить. 500, 1000, 200 и так далее. Вообще, раньше было у всех 125 герц. До появления суперпрограммы, которая умела разгонять в ручном режиме USB-порт, до, опять же, 500 или 1000 герц. Между пятью сотнями и тысячей разницы нету никакой. У меня стоит тысяча, просто тут она по дефолту так стояла, я даже не заглядывал сюда. Вообще, я раньше всегда играл на 500, но, опять же, хочу сказать, я играл на 500, потому что родом, скажем так, из прошлого, и рекомендовалось стоять именно на 500 герц, потому что при 1000 у вас могла сгореть или мышка Microsoft старая, или, по-моему, USB-порт, как-то так. Поэтому я играл на 500, но разницы нету. Знаете, почему? Потому что, по сути, что такое частота опроса? Это те же миллисекунды. Когда 125 герц, мышка, по-моему, опрашивается, если я не ошибаюсь, 8 раз в секунду. По-моему, так, но могу ошибаться. Соответственно, увеличиваем этот параметр 4 раза, 2 раза и 1 раз. То есть между 2 раза в секунду. Хотя бы нет, подождите. Наоборот, она должна чем чаще опрашиваться. А, 1000 герц — это 1000 раз в секунду. А это 500 раз в секунду. Ну, в общем, все сводится к тому, что, извините за эти неточности, просто, опять же, давно очень было, когда я изучал этот вопрос. Но все сводится к тому, что... Ну, вы сами можете проверить. Вот поставьте 125 герц на вашу SteelSeries мышке, поиграйте в Counter-Strike, поставьте 500, и вы увидите, что ваш курсор в игре двигается намного плавнее. А если вы поставите 1000 герц, то вы уже разницы не заметите. То есть, скажем так, это хорошо и быстро, и это хорошо и быстро. Это как, там, 120 герц на мониторе, например, и 144 герца на мониторе. Да, там где-то чуть-чуть плавнее, но на самом-то деле вы этой разницы уже не ощущаете. То есть, круто, когда у тебя, там, более 120 герц, точно так же и здесь. Если у тебя более 500 герц, то это уже хорошо. Если 1000, то ты этого уже не заметишь. Но у меня стоит 1000 по дефолту, почему бы нет? Сглаживание углов. Я, увы, здесь вообще не проверял, что это такое. Но, опять же, самые важные параметры, это DPI в мышке и то, опять же, вы настраиваете какой угодно. Причем, у лазерных, там, например, Sensei Naviero Edition, если у кого вы не сможете выставить 400, вы сможете выставить 450 или 360. Я так понимаю, это особенности, опять же, лазерной мышки. То есть, здесь у меня оптика стоит, а это именно лазер. Поэтому, это ничего страшного. Вы можете ставить или 450, или 360. Это без разницы. Также есть кнопка чувствительность переключения. Она у меня тоже на 400 стоит, потому что я не пользуюсь, скажем так, переключением количества DPI. То есть, не бывает ситуации, где мне нужно ускорить работу своей мышки. То есть, не бывает такого, что я там бегаю в игре, пытаюсь кого-то выцелить, а потом мне резко понадобилось, скажем так, чтобы мой курсор двигался там в 2 или в 3 раза быстрее. Но если вам нужно, если... Хотя, кстати, я знаю, есть мышки, где якобы эту еще и опцию там рекламируют, мол, вау, какая функция, можно играть, например, с девайсами очень медленно, а потом взять АВП, увеличить себе DPI и раздавать, как Егор Маркелос. На самом деле, это все неправда, это все туфта. Опять же, все снайперы играют с одинаковой sensitivity и абсолютно не нужно. Но вообще, фишка в том, что вы, мол, играете на высоком, вот так вот, играете на высоком количестве DPI, да, у вас все резко. То есть быстро, там, с пистолетом, с АМКой вы быстро водите, у вас много DPI. А как только вы берете АВП, вы оп, понижаете этот параметр, и у вас все теперь плавно. И, соответственно, якобы настроиться с АВП можно быстрее. Но, еще раз говорю, лучше это не использовать. Можно ставить 400-400 и средний показатель в настройках мышки. Обязательно вот этот параметр не забывайте, не забывайте настраивать панель. Надеюсь, этот гайд пролил, скажем так, свет, на что ни боу. Ставьте классы и подписывайтесь на канал Навио. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok